Давайте рассмотрим, как работать со свойствами на штатных объектах. Рассмотрим простой пример – поля пользователя. Задача будет достаточно простой. Необходимо, чтобы пользователь в профиле мог указать, на каких языках он говорит. При этом в профиле пользователя необходимо показывать не только название языка, но и картинку с флагом страны. Прежде всего создадим пользовательское поле. Для этого в административной части перейдем на страницу редактирования профиля пользователя, например, текущего. Перейдем на закладку «Доп-свойства» и увидим здесь возможность создать дополнительное пользовательское поле. Соответственно, нажимаем на ссылку «Добавить пользовательское поле» и попадаем на стандартную форму создания пользовательского поля. Здесь указывается прежде всего тип данных пользовательского поля. В нашем случае это будет список. Далее указывается объект. Так как мы нажали на ссылку «Добавление пользовательского поля» в профиле пользователя, поле «Объект» у нас уже заполнено и здесь указан на юзер. Если бы мы добавляли произвольное пользовательское поле, то поле «Объект» можно было бы заполнить вручную. Далее указывается символный код пользовательского поля. Для пользовательских полей он всегда начинается на UF. В нашем случае давайте он будет флаг. Далее внешний код, если необходим. Сортировка указывает на отображение поля в списке. Множественное. Соответственно, задает является ли поле множественным и указывается только при добавлении нового поля. Обязательно отмечает, необходимо ли заполнять данное поле в административной части стандартно, либо при обновлении через API также будет проверяться необходимость заполнения данного поля. Показывать в фильтре списка, то есть в административной части, там где поддерживается штатное управление пользовательскими полями, можно сделать так, чтобы поле выводилось в фильтре в стандартном. Не показывать в списке означает, что данное поле не будет отображаться в списке полей в профиле. Не разрешать редактирование означает, что его будет видно, но невозможно будет его изменить. Значение участвует в поиске означает наличие индексации внутренней поисковой системы. Внешний вид список или флажки означает, как показывать данное поле. Это уже для поля типа список. Здесь в этом блоке дополнительные настройки, они зависят от типа, и вы можете самостоятельно до своих пользовательских полей задавать, какие настройки здесь показывать. Высота списка. Соответственно, для поля типа список указывает, какого размера должно быть поле. Если здесь указать 1, то будет показываться обычный выпадающий селект. Если 5, то будет показываться поле типа мультиселект, и можно выбрать значение из большого списка. Далее, подпись при отсутствии значения определяет для поля типа список, что выводить для значения по умолчанию, то есть неопределенного. И подписи на разных языках для языков, заданных в системе, то есть в данном случае в системе по умолчанию, это русский и английский, подпись в форме редактирования, поле, заголок в списке элементов, подпись в фильтре, сообщение об ошибке, если поле не было заполнено, и подсказка, которая показывается при добавлении и изменении поля. Значит, заполняем для нашего поля только лишь подписи для русского языка. Так как поле не будет у нас показываться в фильтре, оно является необязательным. Мы указываем, что только помощь. И сохраняем наше поле. Соответственно, как мы видим сейчас, у пользовательского поля типа список нет значений, поэтому показывается только значения нет. Мы не задали для пользовательского поля типа список его значения. Собственно, чтобы их задать, переходим к форме редактирования поля, переходим на закладку список, и здесь можно задать значения спискового поля. У нас языки будут русский, английский и немецкий. Именно в таком порядке. Дальше, чтобы у нас работало отображение, нам необходимо для данных языков залить картинки на сервер. Для этого мы смотрим о идишнике добавленных значений пользовательского поля типа список 10, 11 и 12 для русского, английского и немецкого, соответственно. И заливаем в папку images.flux три картинки для русского, английского и немецкого языка. Но названия файлов должны соответствовать идентификаторам. То есть для русского это будет 10, для английского 11, для немецкого, соответственно, 12. Вот мы создали пользовательское поле и создали картинки, которые нам в дальнейшем понадобятся. Теперь давайте создадим страницу редактирования профиля пользователя в публичной части. Для этого переходим в публичную часть, переходим на стандартную страницу профиля пользователя. Здесь видим, размещен стандартный компонент main profile. Прежде всего, выведем сюда наше пользовательское поле. Для этого откроем параметры компонента и видим здесь блок показывать доп.свойства. Выбираем здесь наше поле и видим, что оно отображается внизу. Теперь выведем наши флажки. Для этого откладываем шаблон компонента в папку с текущим шаблоном сайта. Видим, что вот он отложился. Открываем шаблон. Листаем самый конец файла. И видим здесь блок с выводом пользовательских полей. Вот этот блок. Обращаем внимание на то, что здесь используется цикл forage. И в нем вызывается компонент system fieldedit. Это системный компонент для вывода форм редактирования пользовательских полей. Ему передается шаблон, который соответствует типу данных пользовательского поля. Если мы откроем стандартный шаблон данного компонента, то есть перейдем в папку битрикс, компонент, битрикс. system fieldedit templates, то мы увидим здесь шаблоны компонента system fieldedit, соответствующие различным типам данных. Существует два варианта, как сделать вывод флага. Самый простой вариант – это вывести флажки рядом со значением списка в цикле отображения в шаблоне enumeration. Это шаблон для типа данных список. Неудобство данного варианта заключается в том, что мы это исправим в данном компоненте, то есть в шаблоне профиля пользователя. И работать это будет только для данного шаблона. Если мы захотим использовать данный шаблон где-либо еще, то нам придется модифицировать шаблоны всех компонентов, где мы захотим выводить данные флаги. Существует и более сложный вариант. Мы можем сделать собственный тип данных с флагом. В этом случае мы установим единый стиль отображения на всем сайте, однако это будет просто сложнее. Давайте рассмотрим оба варианта. Первый вариант – в шаблоне, который у нас открыт, то есть это шаблон main profile, производим следующее изменение. Убираем соответствующий шаблон, здесь вводим переменную, а выше здесь определяем эту переменную. По умолчанию пусть она будет равна тому, что было задумано, то есть тип данных пользовательского поля, но если у нас было пользовательское поле флаг, то пусть шаблон будет таймфлаг. Вот и все. Мы определили, соответственно, у нас теперь для пользовательского поля с символенным кодом и у флаг будет подключаться шаблон редактирования данного пользовательского поля флаг. Данный шаблон мы создадим на основе стандартного шаблона enumeration, то есть мы его копируем. Создаем новую папку и размещаем в ней копию шаблона enumeration, естественно, с именем папки флаг. Вот он наш шаблон, он достаточно прост, в нем проверяются два варианта отображения поля. Это чекбокс, то есть флажки или список. У нас сейчас отображается все это в виде списка, давайте мы изменим это на флажки, чтобы это было более визуально удобно. Для этого вернемся в административную часть. И на закладке «Основные» для пользовательского поля изменим тип отображения на флажки. После этого обновим страницу и видим здесь как раз отображение в виде точек радио-батомов. Режим правки пока можно выключить. Далее в IDE для значения типа чекбокс сделаем отображение изображения. Для этого там, где у нас вводится input type-чекбокс и label, здесь проверим наличие картинки с данным ID в папке images.flux, куда мы ранее их положили. Для этого проверим из файл. И здесь укажем значение, то есть k точку png. Если у нас файл с таким именем существует, будем выводить mg. Достаточно простое решение. Проверим сначала, что все работает. Это было для множественного поля, соответственно, для одиночного повторим то же самое. На самом деле у нас одиночное поле, то есть мы даже делаем с запасом на случай, если будет введено множественное для данного поля или для похожего. Теперь проверим результат. Вот у нас показываются флошки. В принципе, можно сделать их не до радио-баттонов, а после. Примерно вот так. Таким образом, мы использовали простой вариант. Мы просто поменяли шаблон enumeration на наш и в данном шаблоне внесли изменения. Это был простой вариант отображения. Позволяет минимальными усилиями без создания собственного типа данных отобразить значение собственного пользовательского поля. Важно, что это изменение локально, то есть оно не распространяется на другие такие же поля, в других шаблонах. То есть это изменение только для данного поля в данном компоненте.